Сладкие дни наступили в Люберцах. С 1 августа в Подмосковье стартовала продажа бахчевых культур. Однако, как оказалось, это хороший повод не только для радости жителей, но и золотая жила для предпринимателей, чтобы заработать незаконно. На днях наша съемочная группа выехала в рейд с представителями власти, полиции и общественной палаты городского округа, чтобы пресечь несанкционированную торговлю арбузами. Чем чревата покупка такой ягоды, выясняла Анна Троян. Продавец арбузов на улице Толстого явно не ожидал такого повышенного внимания к своей так называемой торговой точке. Грузовик припарковал почти на проезжей части. Продукцию реализовывал незаконно, без какого-либо разрешения и документов на товар. В итоге астраханские арбузы пришлось сворачивать обратно, а самому продавцу поехать в отделение полиции. Мы видим с газели, с машин, с поддонов, с земли. Естественно, это недопустимо. Второй момент. Никаких соответствующих справедливых документов на продаваемый товар нет. Что такое справедливые документы? Это товаро-транспортно-нахладная поставщика и сертификат соответствия на то, что товар безопасен. Едем дальше. Улица 3-я Красногорская. И снова грузовик у обочины. Так торговать явно нельзя. Хотелось бы сказать этим ростовским продавцам арбузов. Но, к сожалению, поругать было уже некого. Как мы видим, арбузы по 25 рублей килограмм. Но продавца нет, бери не хочу. В принципе, сейчас весь рейд может затариться за один раз, потому что продавец куда-то убежал. Как оказалось, продавец скрылся в помещении соседней автомойки. Своим серьезным настроем участники рейда напугали и других предпринимателей, которые якобы и знать не знают, кто рядом с ними незаконно осуществляет торговлю. Я говорю, сожгите нафиг вообще ее. Арестуйте, заберите. Но сотрудники полиции так просто не сдаются. Находят второго продавца. И, конечно, у него не оказалось никакой разрешительной документации. Здравствуйте. Вы в Ростов обратно? Да. Откуда арбузы у вас? Здравствуйте. И такая картина далеко не редкий случай в Люберцах. Несанкционированная торговля бахчевыми – золотая жила для недобросовестных предпринимателей. Они проезжают ежедневно и несколько раз в день, и никакой реакции нет. Кому обращаться? Однако, как утверждают представители власти, нарушителей в этом году стало гораздо меньше. Торговлю бахчевыми культурами в округе ежедневно контролируют. Незаконную, жестоко пресекают, штрафуют предпринимателей. Белый, сладкий, как первая любовь. Чего нам только не скажут продавцы, чтобы продать свои арбузы. Ну а мы, простые обыватели, в свою очередь, не задумываемся, когда покупаем в несанкционированном месте. А чревато это ни много ни мало нашим здоровьем. Ведь никто точно не знает, откуда приехал, чем удобрялся и как хранился такой товар. Проверить содержание придорожных арбузов взялись участники рейда. Помог тестер нитратов. То есть в норме должно быть 60, показывает 486, опасную концентрацию нитратов. Норма превышена в разы. С дыней такая же история. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют жителям приобретать товар только в разрешенных местах, где бахчевые имеют соответствующую сертификацию. Это торговое место деревянного формата с сиволикой арбуза дынь, размером 3 на 2. Эти места определены с учетом безопасности, размещения и комфортности для потребителей. Таких точек сейчас 5. Они будут стартовать в ближайшую неделю. Кроме специально оборудованных точек, арбузы и дыни в Люберецком округе можно покупать и в сетевых магазинах, а также нестационарных торговых объектах, построенных по новому единому архитектурному облику. Необходимо помнить, что бахчевые должны храниться правильно. Лучше брать тот арбуз, который лежал в закрытом павильоне. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТА. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.